Приветствую всех. Давно меня не было на блоге, давно не общался с вами. Ну, было лето, творческий отпуск. Ну, вот новое событие, которое меня взбудоражило и решил разговаривать. Страшная новость. Тело 14-летней школьницы найдено во дворе школы Екатеринбурга. Убитая восьмиклассница по имени Ольга. На теле девочки нужно резаных ран, следы побоя. Характер ранений, нанесенных ребенку, говорит о том, что жестокое преступление совершил психически больной человек. Но следствие возбудило уголовное дело. По статье 105 УК убийство предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Ну, что теперь? Народ выйдет на площадь? Нации возмутиться? Ничего. Опустим глаза, разведем руки, сочувственно покачаем головой. Таких жестоких убийств в нашей стране случается несколько тысяч в год. Не катастрофа ли это? А вот что совсем недавно, в августе, в детском доме была изнасилована шестилетняя девочка. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов заявил, что за прошедший год было совершено более 9,5 тысяч преступлений против половой неприкосновенности детей. А сколько тысяч детей сбежали из дома или были выброшены на улицу своими родителями? Вообще, сколько брошенных и забытых детей бродит по России? По официальным данным, сегодня в розыкных списках МВД Российской Федерации числится 103 тысячи человек. Пятая часть из них – дети и подростки. Эксперты в десятки раз увеличивают цифры, которые публикуются в официальных изданиях. Но в реальности же ни одно ведомство не даст вам точных данных о количестве уличных детей в нашей стране. Периодически появляются пугающие цифры о беспризорных и безнадзорных детях в России. От одного до пяти миллионов. Более двух миллионов неграмотных детей школьного возраста. Это гораздо больше, чем в годы гражданской войны. Это в нашей стране, которая снабжает пол мира газом, нефтью, где правительство пообещало полную модернизацию государства, где миллиарды тратятся на Олимпиады, чемпионаты мира по футболу и прочее. И мы как-то, в общем-то, и не задумываемся об этом, пока эта беда или трагедия не коснется на, не дай Бог, кого-нибудь из нас или наших близких. Но вот еще страшно подумать о стариках. Если подумать о стариках, то сегодня в России одиноких и брошенных стариков тоже миллионы. Многие из которых имеют детей и внуков. Вот мы постоянно говорим, дети – наше будущее. И не задумываемся о том, что старость – это тоже наше будущее. Каждого из нас. Традиционная русская культура, которой придерживалась уважения и заботы не только о детях, но и о стариках, эта ценность, как-то, на мой взгляд, теряется, если не потерян совсем. Старики в старой России, можно почитать просто любую классику, всегда, никогда не оставались без присмотра. И если вопросы детей и сирот как-то еще обсуждаются, потому что вот иностранцы хотят там вопросы об усыновлении и так далее, то вопрос о стариках вообще никто сегодня не говорит о них. Как доживают свой век пожилые сироты? Забыты просто эти вопросы. А это миллионы брошенных стариков, одиноких, старух, особенно в деревнях. Это при живых детях, которые бросили их и уехали в города. Падение рождаемости. Брошенные дети при живых родителях. Брошенные старики при живых детях. Невыносимы отношения между родителями и детьми-подростками. Разгул педофилии. Может это все звенья одной цепи, если задуматься. Чем это объяснить? Низким жизненным уровнем. Чепуха. В Средней Азии, или возьмите мусульманские страны, на Кавказе, уровень жизни не выше, а скорее ниже, чем в России. И такого безобразия, такой нравственной проблемы просто не существует. Я уже не говорю про Китай, где тысячи лет существует святая обязанность для каждого, достигнувшего зрелости. Достойно проводить уходящего из жизни, вырастить входящего в жизнь и помочь им войти в эту жизнь. Сегодняшняя проблема России, это вот, на мой взгляд, наш особенный капитализм, о котором я делал уже, сделал три фильма. И Курочку Рябу, и Глянец, и Дом дураков. Этот особенный капитализм заключается в том, что мы превращаемся в государство-рынок, вопреки, в общем, своим собственным культурным и историческим корням. А в государстве-рынке вообще все товар, включая людей, которые становятся рабочей силой и капиталом. Кому нужны бракованные или не приносящие еще пользу существа? Дети-старики. Да никому. Вот их и выбрасывали. Вот их и забывают. Как это не прискорбно, но в России можно констатировать распад морального кода. И главное, потерю ответственности перед самым существенным в жизни каждого человека. Потеря ответственности перед семьей. Вот это то, что происходит в русском сознании. Я считаю, что это гарантия к вырождению русской нации. Что делаете, если человек забывает свою главную обязанность? Распад семейных ценностей ведет их к демографической катастрофе, которую отметил американский демограф Николас Эмерстадт из Американского института предпринимательства. Он написал в своем докладе «Демографический кризис в России в мирное время». Он написал, значит, что с момента распада СССР умерло приблизительно 7 миллионов человек. И так русские вымирают со скоростью 350 тысяч в год. Что делать? А вот что делать, я считаю. Уголовная ответственность. Уголовная ответственность. Заброшенных стариков, родителей. Заброшенных детей. Люди должны чувствовать себя ответственными. Надо заставить их чувствовать себя ответственными, если они сами этого не понимают. Что же касается педофилов и убийц, только смертная казнь. Из-за закона добровольной кастрации, химической констрации насильников, вообще насмешка над правосудиями. Спросите сегодня у любого русского на улице, да и народ Мериференду покажет. Практически каждый третий человек, какой третий, каждый второй хочет смертной казни, это убийца. 2 августа этого года в московском комсомольце была опубликована статья юриста Владимира Овчинского «Смерть убийцами». Очень сильная статья, не знаю, кто-нибудь может читал. Он приводит ту же самую неутешительную статистику. Считает, что народ, а не орган конституционного надзора, должен решать, вернуть смертную казнь или нет. Позиция народа ему вот известна. По данным ФЦИОМ, большинство опрошенных граждан, 69%, считает, что существуют злостные преступники, для которых возможно применение смертной казни. При этом 79% высказали за смертную казнь убийцам и насильникам несовершеннолетних. Неужели не ясно, что думает об этом русский народ? Что же касается смертной казни, меня вообще не удивляет, а возмущает наш гуманизм, так называемый, уголовного права. В то время как чиновники из высших эшелонов власти, укравшие десятки миллионов долларов, отделываются увольнением с работы или два года тюрьмы. Но если у него миллионы долларов, он потом благополучно переезжает на ПМЖ в свои роскошные виллы в Эмиратах. Вот я тут читал один помощник Государственной Думы, осужденный, у себя в зоне, значит, организовывал фуршеты и даже умудрился на выходные дни слетать в Италию к приятелю этой зоны. Вот такая тюрьма есть для некоторых преступников, да? Так вот, Владимир Овчинский, он пишет, что маньяк-убийца Пичушкин, уничтоживший в Битцевском парке Москвы более 50 человек, или сутенер-убийца из Нижнего Тагила Чудинов, задушивший 17 девочек и девушек, отказавшихся заниматься проституцией, он убил свою 13-летнюю дочь, которую случайно узнала о преступлениях папашек. Находится на пожизненном заключении в камере, с трехрязовым питанием, читает газеты, журналы, имеет возможность прогуливаться, живут-поживают. Как живут-поживают на пожизненном? Многие убийцы, каннибалы и патологические садисты. Разговоры вообще о том, что пожизненное заключение страшнее, хуже смерти, разговоры для идиотов, пишет Овчинский. Понимаете? Потому что эти люди, эти не люди, вернее, живут лучше, чем некоторые ветераны, фронтовики, которым просто нечего есть. Вот Россия со временем вступления в Совет Европы подписала протокол Европейской конвенции о правах, наложила мораторий на смертную казнь. И Конституционный суд сделал этот мораторий бессрочным. Хоть и в Конституции, и в Уголовном кодексе есть возможные применения смертной казни за убийство. И США, Китай, Япония не собираются отказываться от этой исключительной меры. Ну, не все штаты, но, во всяком случае, больше половины штатов и США. Вообще, я думаю, что вот это наше присоединение к Европейской конвенции – это такая фальшь, такое лицемерие. Мы так хотим казаться цивилизованными европейцами, на бумаге только. А посмотрите, если на жизнь, страшную российскую реальность, о которой я вам сейчас рассказал, то жизнь совсем другая, далеко не европейская. И вот я задаю себе вопрос, а также и вам. Когда Россия и ее правительство одумываются? Что вы думаете по этому поводу?